Квак-квак И продакшн Если я скажу, что это было прекрасным временем, я совру И они на досочке прям люди сразу подсвечиваются красным Типа, ты не успеваешь, ты не успеваешь Ой, я бы висела там на этой доске просто 24 на 7 Фича-флаги, автотесты, маленькие меры Их достаточно, чтобы уже считать себя максимально уверенным при релизе Короче, тесты — это все-таки добро Аминь О чем болтаем? Привет, Стас Привет, Мош Какое у тебя сегодня настроение? Приподнятое А почему? А потому что скоро Новый год Как не радоваться? Этот прекрасный год заканчивается Так что для начала всех с наступающим Сил вам на остатки рабочих дней Значит, силы эти вам даст, конечно, как обычно наш подкаст И, кстати, в новогодние праздники у нас тоже будет спецвыпуск Поэтому, пожалуйста, продолжайте нас слушать А сегодня у нас чуть-чуть новогодний выпуск про елочки и веточки И называется он... Не вижу ваших веточек А сегодня мы будем говорить об очень-очень интересной теме Мы к ней долго шли Сегодня мы будем говорить про ТБД Транк-бэйс-девелопмент — это ключевой фактор Continuous Integration и, собственно, Continuous Delivery Мы эту тему уже обсуждали в прошлом нашем сезоне В выпуске «Нет релизов, нет проблем» с Ваней Шмаметевым Welcome! Можете послушать Там много интересного Вань, расскажи теперь про следующую технику безопасного релиза ТБД Что это такое? О, Транк-бэйс-девелопмент Я, кстати, пару лет назад, когда я видел, такой ТБД Я думаю, блин, зачем они пишут там «to be done»? Что же там будет сделано? А мне кажется еще очень важно Что мы наконец-то, мы все еще делаем подкаст про качество Мы все еще делаем второй сезон про shift-right и shift-left тестинг практики И мы их делаем последовательно, как у нас идут этапы разработки Чтобы наши слушатели и мы сами не запутались И мы наконец-то разобрались с самим этапом разработка Он кончился, честно говоря Он мне уже немножко надоел Очень хорошо, что он кончился И мы, получается, от shift-left переходим теперь скорее к shift-right И сегодня у нас такой переходный, собственно Переходная тема Потому что все равно она чуть-чуть про разработку Ну, как бы так В общем, про ТБД В нашей компании практика ТБД достаточно широко распространена В командах Ее применяют постоянно Без нее никуда Как она спасает нас от проблем? Какие преимущества она нам дает? И какие сложности связаны с этой практикой? Сегодня мы постараемся ответить на все эти вопросы Вместе с нашим гостем Вовой Агеевым Привет, Вова! Да-да, всем привет! К счастью, меня уже представили Но давайте знакомиться Меня зовут Вова Я руководитель отдела в Тинькофф Бизнес По-другому это еще может называться SME Small Medium Enterprise Давайте, наверное, чуть еще выше поднимемся от Тинькофф Бизнес Вот если смотреть на уровни всей компании У нас там есть несколько направлений Услуги для физлиц Инвестиции Телефония Много-много всего еще другого И услуги для предпринимателей Кстати, в Тинькофф Бизнес Регистрируется треть новых ИП в нашей стране Стараемся делать жизнь предпринимателей лучше Ну, если уже посмотреть подетальнее То давайте представим, что вы продаете Допустим, игрушки на Wildberries Вам нужно зарегистрировать ИП Это мы можем Вам нужно открыть счет Это тоже мы можем Чтобы как раз там оплачивать какие-то услуги Дальше вам нужно платежи проводить Вам нужно посмотреть какие-то последние операции Которые вы совершали А может быть, вы хотите еще и выписку скачать Чтобы отдать в налоговую А может быть, вы хотите, чтобы у вас был свой личный бухгалтер В целом, этим всем занимается Тинькофф Бизнес Это такая своего рода экосистема Для того, чтобы вам было жить проще И развивать свое предпринимательство Но на этом наша работа не заканчивается Помимо всего, мы очень также обслуживаем и крупных предпринимателей У них там задача, конечно, масштабнее, сложнее Нагрузка больше Но мы в целом стараемся фокусироваться на всех зонах предпринимательства в России Вот Я руководитель отдела во всей этой движухе И мой отдел занимается как раз этой вот задачей Чтобы предприниматель мог открыть счет Посмотреть, сколько у него денег В любой момент отправить платеж Посмотреть там последнюю операцию, которую он совершал И, не знаю, там, например, выписку в налоговую отправить Вот, приятно познакомиться Круто-круто Надо теперь связать SME с ТБД Мне кажется, мы забыли рассказать определение нашим слушателям ТБД? Да, потому что, мало ли, вдруг кто-то еще не сталкивался Да, у нас в прошлом выпуске было много всяких разных аббревиатур И это одна из них В общем, расскажем, что же такое ТБД Это модель ветвления В которой разработчики совместно работают над кодом в одной ветке Транк Эта модель позволяет не создавать другие долгоживущие ветки Когда каждый разработчик в команде вливает свой код в транк несколько раз в день Это позволяет легко выполнять ключевое требование Continuous Integration Все члены команды вливают свой код в транк как минимум один раз в 24 часа Это позволяет сделать релиз кодовой базы по требованию и делает возможным Continuous Delivery И вот именно об этом... Закручено, заверчено так, что просто обалдеть Могу дополнить, может, не знаю, там попроще Конечно, давай, да Да, да, давай, давай связывай это со своими проектами Дополняй, как тебе нравится И расскажи, почему вообще мы именно тебя позвали на этот выпуск Да, давайте, наверное, сначала я Стаса дополню Что это же такое ТБД Если, наверное, очень вкратце Есть одна единственная ветка Она релизится, она изменяется Изменяется она двумя путями Первый, вы напрямую комминете в эту ветку Второй путь — это через небольшие мерчие квесты Вся задача в том, чтобы этот мерчий квест ревьюился, например, за день То есть они должны быть очень маленькими Вот в целом и все Можем поговорить про брата ТБД GitFlow Но я думаю, дальше мы эту тему поднимем Безусловно, сегодня мы эту тему поднимем Прекрасно Почему я здесь сижу? Давайте, наверное, чуть окунемся в историю Давайте Вернемся на два года назад Наверное, даже на три года назад в Тинковый бизнес Я попал в одну из команд Как раз в своем отделе еще разработчика И у нас там стояла задача Ну, у каждого разработчика она есть Это релизить свой код И мы старались релизить это раз в две недели Если я скажу, что это было прекрасным временем, я совру У нас регулярно случались проблемы У нас постоянно находились блокеры на релизах Как раз-то это сам GitFlow у нас был над тем временем Про которые дальше поговорим И я, и ребята из моей команды Как раз начали процесс плавного перехода к ТБД Мы шли-шли очень долго к этому Думаю, мы все это тоже потом в деталях пообсуждаем Но как итог, сейчас, например, главный Тинковый бизнес Она авторелизится То есть каждое изменение в мастере Оно сразу же попадает на прот Вот, такая у нас сейчас интересная ситуация А что тянуть? Рассказывай, как вы к этому шли Ну, давайте разберем как раз всю хронологию Опять три года назад Снова эти двухнедельные релизы Постоянные блокеры И что сюда хочется добавить В репозитории, где эти изменения были Работало еще пять команд То есть именно отсюда вся эта проблема У нас постоянно какие-то конфликты были Соседние команды могли выкатывать Меджи квесты, которые занимали ревью там неделю И мы с своей командой там собрались И поняли, что у нас горит это Ну, прям уже больно Уже, когда ты приходишь с бизнесом Общаться за релиз Ну, бизнес-то у нас заказчики, не знаю Я их называю всегда бизнес Когда начинаешь общаться за сроки И ты не можешь спрогнозировать Когда у тебя произойдет релиз У всех начинает этого прекратить Все чувствуют какую-то боль, дискомфорт Мы решили, что пора это менять И как раз выбрали, что вот Финишем станет авторелизы Выбрали, во-первых, то, как мы будем работать с мастером Это тот самый ТБД Выбрали, по какой дорожке будем идти То есть автопокрытие тестами Мониторинг, алертинг, фича-флаги И если разбирать красивую эту хронологию То сначала мы отделились в отдельной репозитории Своей командой Там практиковались Мы там тестировали разные вещи Разные подходы Собирали боль Затаскивали автотесты И только потом мы вернулись в основной репозиторий Начали учить остальных разработчиков этому И смогли прийти к этому прекрасному миру Где у нас авторелизы То есть вы вот в том огромном репозитории Тоже пришли к авторелизу? Да, то есть по итогу Как раз этот репозиторий большой Где работают 5 плюс команд И релизится по мержу в мастер О, как круто! А там до сих пор работает 5 плюс команд? Да, даже, наверное, уже сейчас больше Офигеть! Ну, как раз когда мы поняли, что это рабочая практика Мы начали затаскивать туда другие команды То есть тут было два варианта Первый, мы в каждую команду приходим И рассказываем, как это надо делать Второй вариант Мы предлагаем командам готовый набор инструментов Они приходят к нам в репозиторий И тут свой код разрабатывают Мы их заодно там учим Обучаем, как тесты писать И благодаря этому как раз мы и достигли этой темы Что вот много команд в одном репозитории И все это по мержу мастер закатывается А это вы все одновременно должны были Командой перейти на ТБД? Или можно было итеративно условно Одна сначала, потом вторая, третья И так вот потихонечку все перешли Когда мы как раз возвращались в основной репозиторий У нас действительно не было такого жесткого срока Что вот смотрите, завтра вы работаете вот так Мы каждую команду постепенно перетаскивали И я, наверное, еще до конца дополню В целом я ТБД еще иногда называю Как такая штука, как стабильный мастер То есть его можно добиваться по-разному Но, к сожалению, без какого-то внятного покрытия тестами Этого не добиться Потому что если мы даже все закрываем фича флагами Если у нас все в мониторинге, алертинге Есть такая вещь, как обновление библиотек И ты не закроешь эту фичу флагом никак Поэтому нужно покрывать тестами Когда мы пришли, мы договорились с ребятами Что вот смотрите, план такой Давайте вы планомерно начнете покрывать Свои фичи тестами И вот только в момент, когда у нас Мы достигли нужного покрытия тестами Мы начали переключаться на стабильный мастер А нужно это какое? Тут две необходимости Первое юниты, второе интеграционный тест С юнитами все понятно Мы там договорились, что 90% покрытия кода С интеграционными сложнее Потому что это, по сути, клиентские сценарии Какого-то своего вида А еще это и фронтенд То есть здесь и UI участвует при этом Мы встретились с QA Команд Обсудили, какие клиентские сценарии критичны Что вот прям нужно для того Чтобы мы могли считать, что любые изменения При обновлении библиотек Они проверены И все, выписали списочком И пошли по списку То есть это просто какой-то ограниченный список кейсов Которые у вас точно должны проходить Каждый ваш коммит условно Да, все верно То есть на тот момент мы действительно Очень прям ограничили пул Потому что если бы мы начали там Не знаю, каждый клиентский сценарий покрывать Ну это, во-первых, не по тестовой пирамиде Но я думаю, слушатели в курсе А во-вторых, это долго А хотелось уже начать пробовать Начать собирать ошибки Проверять теорию и так далее Поэтому да, мы ограниченный пул обсудили А потом уже Мы договорились, что команды допокроют Потому что Когда они поняли, что после мерджа Это все на проту летает Они очень запереживали Про TBD поговорили Давайте теперь обсудим его Такого злого брата В чем суть GitFlow? У нас тоже есть какая-то стабильная ветка Допустим, тот же самый мастер Здесь же стабильность этой ветки Достигается не за счет того, что вы Небольшие изменения туда проверены и вносите За счет того, что у вас, например, возьмем Параллельно живущую ветку Девелоп, вокруг которой идет вся разработка То есть от нее разработчик Какие-то фичи Вит-вит В ней там ведет разработку Фичи должны быть закончены Обычно в этих ветках Можно в целом делать какую-то помесь TBD, маленькие меры Но концепции не отменяют У нас все еще есть вторая ветка Девелоп Вокруг нее идет какая-то разработка Если вы еще и делаете Долгоживущие ветки То, скорее всего, когда вы будете вливать изменения Вы еще и с конфликтами столкнетесь После этого, когда мы готовы релизить Мы от девелопа отводим новую ветку Которая называется скрас-релизная Ее проверяем, ее регрессим Скорее всего, вы там находите какие-то баги И изменять эти баги вы будете Опять в этой же ветке, в релизной Окей, вы там все проверили Все хорошо, выкатили на прот После этого вам надо эту ветку затащить И в девелоп, и в мастер Ну, в мастер в целом проблем особо не будет Каких-либо затащить А вот в девелоп будут Потому что, возможно, после этого У вас набежали какие-то новые изменения В этой ветке У вас опять какие-то конфликты Пример же будут И, в общем, вам придется страдать Это если очень коротко про гитфлоу Я думаю, мы в общих чертах описали В чем вообще принцип ТБД Но давайте немножко это разобьем На основные кусочки подхода То есть ты сказал, что нужно Нужна одна ветка, которая постоянно стабильная Для того, чтобы этого добиться Нужно хорошее покрытие тестами Ну, там по пирамиде В общем, все то, что мы обсуждали В предыдущих выпусках Кроме этого, нужно постоянное И достаточно быстрый код-ревью Для этого нужны маленькие мёж-реквесты То есть все изменения очень маленькие Что-то еще? Фича-флаги — это очень необходимо Почему? Потому что ТБД как раз заставляет И делать маленькие мэры Маленькие мэры ты всю фичу не уместишь никогда И надо закрывать вот эту недоработанную фичу Каким-то флагом Чтобы она не была доступна пользователю При релизе Поэтому тоже важный момент Второй важный момент — это Мониторинг и алертинг Так как у нас стабильный мастер И все релизится сразу же после мержа У нас есть вариант Первый — Либо мы прям вот эту ветку Тестируем, но до мержа Каждый мерзший квест до мержа Мы его отдельно проверяем Чтобы убедиться, что он ничего не сломал Ну, там автотесты, понятное дело, все дела И вот прям чуть ли не регрессы там проводим Второй вариант — Где мы позволяем себе Если что, выкатиться ошибочно на прот Но понимаем это спустя 30 секунд от релиза Давайте я, наверное, чуть-чуть Еще в ту же сторону наступлю Если честно, у нас таких ситуаций не было Но мы решили все-таки этот кейс предусмотреть Поэтому мы еще полностью покрыли Наш фронтенд мониторингом Именно бизнесовым таким Прям вот где клиентские сценарии размечены Там отправка платежа Отрисовка счетов пользователей и так далее И еще это алертами покрыли Вот, это тоже важный момент А вам не кажется, что алертинг Он все-таки больше связан, наверное, с авторелизами Чем с самой концепцией ТБД? А, ну хотя, типа, они, наверное, один без другого На самом деле все так ТБД не заставляет тебя делать авторелизы Это наше уже дополнение над ним То есть вот именно если говорить про ТБД Что нужно? Фичи-флаги, автотесты, короткие меры Все Мониторинг и линертинг Это действительно, если уже вы планируете Авторелизы включать А есть, может быть, какая-то инструкция А-ля делай раз, делай два, делай три Чтобы получить нормальный мониторинг, например? Есть два варианта развития событий Первый вариант – это вы командой садитесь и обсуждаете Какие метрики айтишки покажут, что приложение рабочее Либо нерабочее Давайте возьмем, например, отрисовку списка счетов у пользователя Тут, например, мы взяли себе метрики Отрисовка конкретных типов Успешно, неуспешно отрисовалась И за сколько отрисовывается И получается, мы крутим на это метрики И алерты Про алерты хотел бы добавить Не надо алерты закидывать на каждую метрику Вы в случае сбоя просто себе получите какой-то спам Нужно выбрать такое целевое действие Которое обычно является финальным Во всей цепочке Всегда люблю приводить пример с отправкой платежа Потому что заполнение поля – это не целевое действие Целевое – отправить платеж Мы кинули алерт на конкретно эту кнопку И, скажу честно, мы благодаря этому алерту Наверное, сбоев 5 или 6 увидели Которые не могли увидеть другие алерты Выбрали себе основное целевое действие Которому все пользователи в основном приходят Закинули на это алерт Второй вариант – это когда вы с бизнесом Обсуждаете клиентские сценарии То есть мы шли со стороны команды Теперь идем со стороны бизнеса Например, что ребята могут сказать? Они хотят сказать Я хочу понимать, отрисовывается ли сейчас баланс по счету Или, например, проходят ли сейчас платежи Или там, я не знаю, можно ли скачать выписку И вы просто с командой уже там садитесь Обсуждаете, декомпозируете И приходите к вариантам, какие метрики вам покажут Что этот бизнесовый сценарий сейчас работает После этого можно пойти еще дальше Можно пойти в сторону SLA, SLO и SLE Это как раз таки индикаторы Которые показывают, что в конкретную минуту времени Ваше приложение недоступно Вы можете себе сфиксировать список таких индикаторов Дальше мы их объединяем в какое-либо SLO Указываем, сколько времени эти индикаторы должны показывать Что приложение работает Давайте опять возьмем пример С теми же счетами, что я вам сейчас показывал Наш SLO будет отображение баланса Допустим, наши индикаторы Скорость загрузки счетов Что счета отрисовались Что счета не отрисовались И мы там, например, говорим У нас счета должны отрисовываться 100% времени из 100 Или там, например У нас счета должны грузиться за 2 секунды Ну или за 100 миллисекунд И дальше мы все это объединяем в SLO И говорим, что 99,9% времени Мы соблюдаем эту договоренность И это значит, что 0,1% времени Мы можем полежать на проде И ничего страшного с нами не будет Вот, это уже какой-то такой следующий этап Как раз работы с качеством С надежностью И если вы там на уровне команд Можете зафиксировать вот эти договоренности Сколько процентов времени Вы в месяц должны стабильно работать И сколько процентов времени Вы можете там полежать Это будет классно Понятное дело, что если вы нарисуете 100% Вы должны понимать трудозатраты всего этого Это значит, что вам, скорее всего Нужно будет поднимать вторую нашу инфраструктуру Потому что на первые какие-нибудь работы Да будут проводиться Никто не отменяет случаев Когда, например, трактор переехал какой-то провод И у нас потерялась связь между дата-центрами Но кейсов много Тут все от рядов И если вот прям на финалочку смотреть К чему команде стоит прийти Это вот мониторинг, алертинг Это кайф Но круче, если у вас еще есть И какие-то договоренности По доступности вашего сервиса Тут путь тот же самый Обсудили с бизнесом, какие индикаторы для вашего сервиса Являются целевыми Объединили их в какое-то СЛО То есть договорились, сколько времени Эти индикаторы должны быть зелеными И зафиксировали это Например, у нас есть внутренний инструмент Называется слассер Он как раз позволяет этим заниматься А что он показывает? Ты туда заносишь как раз свои индикаторы И у него есть уже внутренний инструмент алертинга Если, например, какой-то индикатор сейчас сбоит Плюс у него есть прям метрика, которая показывает Соблюдаем ли мы нашу договоренность или нет по СЛО Как это работает? Если хотя бы один индикатор красный Во всем этом списке То весь СЛО пробивается А для команд, у которых и нет слейсера Как этот вопрос можно решить? Можно считать руками Классно! Не, на самом деле Ну, слейсер получается общебанковский Просто стоит туда заехать Если по каким-то причинам пока не готовы заезжать Попробуйте Хотя бы, не знаю Вы сами можете построить на самом деле Этот дашборд в графане Вы можете посмотреть мой курс По Прометеос на нашем внутреннем портале Вы знаете, много интересных моментов А для наших слушателей вне компании Куда нам нужно посмотреть? Получается, надо для слушателей вне компании Тоже этот курс выкладывать? Или приходить к нам Да, на самом деле Если у вас нет этого инструмента То получается, либо вы сами себе Крутите этот дашборд в графане Который умеет на основе всех этих метрик Высчитывать пробои в ваших сервисах Если нет, то действительно Вводить, например, какую-нибудь самую Пока что базовую практику Раз в месяц ревьювить Что там было с нашим сервисом То есть у вас есть эти индикаторы Вы можете настроить Что там, типа, выше, чем такое-то число Они отрисовывались на графике И раз в месяц сели и посмотрели Что с этим графиком происходило И такие, о, здесь все плохо было Логично, что если ТБД То в какой-то момент Ты, наверное, приходишь к мысли Об авторелизах То есть у вас это просто было Основной целью Но это не значит, что В любой команде Это должно быть основной целью Я просто почему Хочу об этом поговорить У нас как раз в командах ТБД Но нет авторелизов Потому что, ну, боязно пока немножко Вот, и как раз мы когда составляли Концепцию, как нам все-таки К авторелизам прийти Я наткнулась на вот этот момент Что очень важно понимать А что у тебя происходит Собственно, до выкладки, например А что после И без каких частей Там ты можешь все равно Делать хороший код Но просто там не сразу Отдавать его пользователю Ты заметил же Хорошо, что боязно пока что Мы, если честно Авторелизы тоже включили не сразу То есть даже выполнив все эти условия Даже сделав мониторинг и алертинг Мы включили авторелизы Наверное, спустя год После того, как у нас появился Стабильный мастер Связано это с тем же боязно То есть мы собирали статистику Мы в течение года наблюдали Вообще сломанные наши релизы Чего не хватает и так далее И вот когда мы на протяжении По-моему, полугода Не столкнулись ни с какой проблемой Мы для себя решили Что кажется, пора пробовать Попробовали Вот уже месяца 8 или 9 Мы живем с включенными авторелизами Примерно сейчас такая статистика А ты еще сказал про Мы выкладываем релизы Если с ними есть какие-то проблемы Мы через 30 секунд понимаем Что что-то пошло не так Это реальные 30 секунд Или это условные 30 секунд? Условные, реальные Наверное, все-таки Одна минута, либо полторы То есть у вас, наверное, Очень большой трафик Да, так как это главный Тинько-бизнес Там действительно большой трафик Ты сейчас поднимаешь Очень интересную тему Что делать с приложениями У которых небольшой трафик Мы с таким тоже встречались Прямо какой-то, наверное, Серебряный пуль мы не нашли То есть там действительно Спустя полторы минуты Не заметить проблему никак Ну разве что там Какие-то, может, трэш-холды поднимать Что если хотя бы Одна ошибка случилась То все, откат Мы для себя решили так Что, скорее всего Есть, наверное, две категории Первая категория Приложения, которым надо Вот прям в определенный момент времени Существовать И существовать стабильно Есть приложения, которые там Всегда действительно имеют Какой-то низкий трафик Мы просто для себя условились Что, да, мы собираем Вот эту аналитику по релизу Не полторы минуты А пять минут Десять минут И так далее Это клевый кейс И в целом Это очень логичная штука Мы просто тоже примерно Так рассуждали Что, типа, вот есть приложение С высоким трафиком Там мы быстро И, во-первых, у них И поприоритетнее качество Потому что более высокий трафик А и там, соответственно Мы можем быстро реагировать На проблему На приложение с низким трафиком Да, окей, мы получим Просто эту проблему там позже Но потом оказалось Что, по крайней мере, для нас Я работаю в привлечении То есть у нас сильно разные приложения С точки зрения пользовательских кейсов И, типа, пользовательские кейсы Постанно меняются Что пользователю Ну, в общем, потому что Мы там тестируем какие-то гипотезы Чтобы отличались продукты Ну, по многим причинам Суть в том, что Вот это вот предположение О том, что есть приложение С высоким трафиком Есть приложение с низким трафиком Оно не всегда релевантно Есть приложения У которых низкий-низкий-низкий А потом рекламная кампания И он резко высокий А потом он опять низкий-низкий И вот с этим я не могу придумать, что делать Потому что, естественно, ты В высокий трафик Там в рекламную кампанию Не релизишься Ты релизишь все до А до у тебя там, грубо говоря Два Может быть, вообще Даже еще пользователь Не видит эту страницу Ты ее, допустим, можешь посмотреть Только изнутри И вот что здесь делать Кроме полного регресса Я до сих пор не могу придумать Как думаете? Есть тут что-нибудь еще? Подожди Вот у вас получается уже это БД То есть у вас есть полное там покрытие тестами По тестовой пирамиде У вас есть фича-флаги Я не люблю, честно говоря, фича-флаги Вот фича-флагов скорее нет То есть у вас сразу готовы Нет, ну у нас бывает Но у нас бывает, знаешь, на крупные какие-то фичи А на мелочь мы не делаем Вот мне кажется, если попробовать все-таки потестить фича-флаги Было бы гораздо спокойнее в такие моменты Когда вот этот резкий всплеск Ну, если честно, я добавлю, что Мы накрутили мониторинг и алертинг Но чтобы по ним мы нашли сбой в проде Именно после релиза У нас такого не было То есть вот этих предыдущих трех факторов Фича-флаги, автотесты, маленькие меры Их достаточно, чтобы уже считать себя максимально уверенным при релизе Вот давай, наверное, про фичи-флаги Договорим, раз уж мы тут про них начали Как вот это все с большими фичами Дело обстоит, как это все тестит у вас? Блин, если честно, как раз фичи-флаги для больших фичей Это самое лучшее, что придумали Почему? Ну вот опять вспоминаю концепцию ТБД Маленькие меры Как мы их достигаем? Мы декомпозируем фичу На какие-то прям, не знаю, абстракции Так можно даже назвать То есть есть там, например Представим фичу Вам нужно по клику там нарисовать какой-то диалог Поп-ап Внутри него человек, например, форму заполнит Мне скорее сейчас дизайнеры закидают Потому что форму в поп-ап не очень прикольно закидывать Ну, простите меня Ну, если там всего два поля, как бы, ладно Я просто кейс из головы, простите меня, дизайнеры Там пользователь нажимает отправить С чего все может начать? Можно начать, например, сначала с получения данных сервера Вот прям отдельным мэром Закинули это В чем прелесть? Мы это еще не интегрировали в основной код Поэтому даже фичи-флагами не надо прикрывать Потом, например, сверстали этот поп-ап Тоже его еще в основной код не закинули Он просто лежит и все сбоку где-то Потом, например, сделали логику кнопки отправить Она все еще в поп-апе Поп-ап не интегрирован Фичи-флаг не нужен И вот только на последнем мэре Мы встраиваем поп-ап Закидываем на него фичи-флаг И дальше это катится на прот А параллельно с этим Наш QA, он включает этот фичи-флаг на себя на тесте И смотрит фичу Он даже может включить ее себе на проте И тоже посмотреть эту фичу А еще, если мы это и мониторингом покрыли Мы еще и видим, как он ее трогает Это намного интереснее Вот, в целом, наверное, концепция довольно-таки простая Ну, то есть QA-инженер все равно получается Фичу получает, когда она полностью готова Да, да То есть он отдельно не смотрит там Вот все вот эти отдельные мэрчики Да, все верно И получает вот, когда фича полностью завершена Чтобы он мог проверять ее От начала до конца А почему? Есть разные ситуации Разберем самую элементарную Фичу нереально посмотреть, пока она не сделана Ну, то есть вот разберем наш кейс, который я сейчас говорил Он может посмотреть верстку, но сама фича не наделана И сам разработчик в процессе тоже может какие-то еще изменения успеть нести Как бы кейс посмотрит А разработчик такой Блин, я и так это хотел пофиксить к релизу фичи Потому что надо же не заставлять делать так Чтобы прямо в мэре была готова работающая фича Он может для себя решить, что доверстает в следующем мэре Не страшно Но, с другой стороны, разработчики кейс могут договориться И сказать, например, чувак Вот на середине в разработке я хочу посмотреть на вот это Так тоже можно делать Тут как бы все о договоренности в команде идет У меня есть связанный вопрос тоже с маленькими мэрами Но немножко с другой стороны А как вы добились того, чтобы команда делала маленькие мэры? Я просто по себе знаю Я каждый раз такая, типа Сейчас я вот три строчки напишу И больше ничего писать не буду И через час Блин, как мои ребята будут вообще ревьюить это? Как вы этого добились, что все делают маленькие мэры? Давайте снова расскажу из опыта Когда мы пришли к другим командам И сказали Ребята, вот теперь вы открываете маленькие мэры Все такие Я не понимаю, что такое маленький мэр Здесь фича не готова И я не могу это отревьюить Ну, типа, я не вижу всей картины целиком Мы прошли, наверное, через несколько итераций Мы показывали, например, их Вот прям показываем большой мэр И показываем 10 маленьких Большой мэр мёржился 15 дней Маленькие мэры Ну, та же самая фича Ну, ладно, похожая по функциональности Ну, маленькими мэрами Мы за три дня смёржили всё Вот Такие примеры показывали Объясняли, что такое декомпозиция этой фичи На какие куски можно декомпозировать Только после этого что-то начало получаться Ну, и никто не отменяет стандартной темы по-братски Давайте по-братски попробуем Не получится, откажемся Всегда работает Нет, ты тут говоришь о том, как продать, типа, эту идею А вот мне, например, не надо её продавать Я уверена, что она классная Вопрос в том, как перестраивается Твой, как разработчик, а майнсет работы с кодом Ну, то есть, вот Я всё ещё мыслю крупными Мерз-реквестами И когда я даже сажусь и осознанно пытаюсь сделать маленький Очень часто он съезжает на большой Потому что я привыкла делать большие Вот как выработать новую привычку? Первый, самый жёсткий способ Если есть хотя бы один уже человек, который умеет так делать Он становится ревьюером всех МРов И если человек показывает большой МР, он декланится Ну, это жёстко, согласен Но иногда приходилось так делать Второй вариант Это через как раз-таки менторство То есть подсаживаем, опять же, этого разработчика, который научился к другому Он показывает, на что бы он нарезал Третье Это стороны, наверное, процессов уже У нас есть, например, какая-то фича на разработку И, например, Team Lead может сказать Чуваки, теперь мы эти фичи декомпозируем на маленькие кусочки Прямо на уровне жиротасок Вот, каждая жиротаска должна делаться не больше дня Развлекайтесь Ну и почему? Если объяснять зачем Это про предсказуемость Про уменьшение степени неопределённости и так далее Потому что очень часто, наверное, не знаю Может, разработчики сейчас услышат Как раз так есть Когда ты садишься делать большую фичу Например, там, не знаю, она занимает Ну, давайте предположим, что именно разработка, написание кода Сугубо занимает 4 дня Раз это, наверное, какой-нибудь большой МР, я так предполагаю И вы встречаетесь с какими-то кейсами А я вот не подумал про это Или, а вот здесь бы я поменял и так далее И вот когда ты, наоборот, заранее прорабатываешь Эту стратегию МРов Стратегию декомпозиции Ты уже эти кейсы прорабатываешь Ты дальше меньше проблем встречаешься при разработке Очень круто Круто То есть вы там ограничиваете длительностью разработки Типа не больше дня Или всё-таки есть ещё какие-то правила Типа там не больше n-ного количества строчек Или что-то такое Короче, у нас каждый раз ограничители меняются Первым ограничителем было ревью не больше 10 минут А это разве не зависит от степени квалификации того, кто ревьюит? И от сложности сервиса ещё Иногда бывает две строчки, а ты, блин, два часа сидишь И вообще пытаешься понять, на что это повлияет А ты сеньор-разработчик Да, да, поэтому, да Мы как раз от этого потихонечку Ну, короче, это у нас стало теперь скорее необязательным правилом А таким, типа, рекомендательным И мы пришли именно действительно на разработку То есть человек должен разработать код И смёрзать МР за один-два дня Ну, два, потому что он может под вечер всё сделать Там, да, и в следующий день ревью перейдёт Вот, с таким правилом гораздо проще стало жить А вы как-то отслеживаете вот тех, кто всё-таки не укладывается Вот в эти вот рамки временные Там, не знаю, на досочке как-то подсвечиваются Или у вас какие-то мониторинги есть? И они на досочке прям люди сразу подсвечиваются красным Ты не успеваешь, ты не успеваешь Ой, я бы висела там на этой доске просто 24 на 7 Если говорить про инструментарий Короче, опять придётся чуть назад смотреть Потому что сейчас мы, если честно, на сабтаски уже, наверное, не смотрим Потому что все там в основном понимают правила игры И проблем нет Но когда мы только это затаскивали Использовали два инструмента Первый инструмент В жире прям есть точечки в задаче Ты прям на деле заходишь И такой, три дня задача в инпрогрессе И начинаешь, а-та-та-та-та Плохой разработчик Ну, всё вот это стандартное там, менеджерское И второе Это действительно метрики Тоже с жиры Там можно лет таймы собирать Сайкл тайм Не знаю, что угодно Любые виды метрик И смотреть, сколько закрывается сабтаски Ну, это есть именно в целиком по команде И дальше начинать тоже разбираться, почему долго было Ну, кстати, про метрики интересно послушать Как в целом вообще переход на ТБД повлиял на скорость, наверное, доставки Да, но мы, кажется, тут ещё не договорились всё-таки про команды, которым не подходит ТБД Вот, про метрики мы чуть позже, я думаю, обсудим Кому вообще не подходит ТБД Наверное, первый момент — это если команда полностью из джунов Потому что тяжело джунам, наверное, именно так абстрактно мыслить То есть нужно там в голове сразу проработать фичу Все её варианты развития и так далее У джунов обычно в процессе Все как раз проблемы, решения вылезают и так далее Им нужно всё-таки больше видеть картину целиком Кому ещё может не подойти ТБД? Да, наверное, всё Я пытаюсь просто вспомнить кейсы прямо из жизни Я пока что с большим не встретился Может быть, для каких-то опенсорсных проектов? Точно, точно К сожалению, у меня просто всего лишь один опенсорсный проект А там есть ТБД? Нет Вот мы верно Нашли, да Да, действительно, что-то я как-то и забыл про эту тему А, кстати, почему для опенсорсных проектов это не подходит? Когда ты выкатываешь в опенсорсе какую-то доработку, эта доработка должна быть целиком в МРе вся Нет там абстракций никаких и так далее Ну и всё Когда ты видишь всю эту доработку целиком, МР большой, ревьювится долго Ну и всё пошло по накатанной А там, то есть, получается, нельзя всё равно фич флагами какими-то закрывать? Ну, это тебе объяснить придётся Это документации ещё к этому нужно написать больше, чем профита Это я сейчас не к тому, что не надо писать документацию Всегда надо писать документацию Обязательно Окей, давай про метрики Метрики в жире Если говорить прям вот как поменялось время до релиза Блин, жаль, конечно, я не могу сейчас показать красивые эти графики, которые я на всех презентациях показывал Но давайте возьмём сначала одну команду, как раз мою, на которой мы всё и начали показывать Там графики с 20 дней плюс-минус 15 То есть, примерно такой разброс показывал Control Chart Всё уменьшилось Две цифры озвучу Первая цифра до авторелизов Вторая после Ну, до авторелизов, по-моему, до одного-двух дней То есть, у нас просто из-за чего два дня иногда получалось Вечером смёртжил Ну, как бы утром шёл релизить Всё, до второй день появлялся Ну, а после авторелизов 0,2 часа Там что-то такое, по-моему, цифры появились Вот, когда мы начали это раскатывать на команды Там вообще космос по графикам Я всегда думал, что это в проценте как-то начнёт меняться Ну, ладно, на самом деле, не знаю, почему я это думал Это ошибочно Потому что были команды, у которых Из готовок релиза в релиз Переходило за 30 дней плюс-минус 20 И стало точно так же за два дня Ну, то есть, короче, у всех команд Вот это произошло вниз Давайте, наверное, всё-таки я про минусы этого всего расскажу тоже Понятное дело, магии без ничего не бывает Где-то время увеличивается начинает Где оно начинает увеличиваться? На разработке как раз Потому что мы тратим больше времени на тесты Мы тратим больше времени на метрики, мониторинг На проработку и так далее Но если смотреть на общий time-to-market, он всё равно уменьшился Уменьшился он, насколько я помню Давайте разберём первую команду 20 дней было, стало 2 дня То есть, на релиз мы тратим меньше на 18 дней Общий time-to-market где-то на 15 дней уменьшился То есть, разработка где-то на 3 дня в среднем увеличилась Из-за этого Но, как бы, если смотреть в общих цифрах Метрики красивые Круто Вот у меня сразу вопрос Изменилась ли картинка с багами, прилетающими с прода До ТБД и после? Про прод на самом деле очень изменилось Но я бы здесь скорее похвалил не ТБД, а именно автотесты Потому что багов, когда мы всё покрыли автотестами Ну, не всё, понятное дело Вот тот скоп, про который я говорил Если там стабильно Мы заводили по одному-два бага в неделю всегда То сейчас Ну, если там один баг в месяц прилетит И это какой-нибудь баг на уровне кита Ну, у нас есть свой внутренний кит И там, например, точку и запятую Иногда бывают какие-то проблемы Там скачет каретка при вводе Что-то на таком уровне сейчас прилетает Ну, пользователя Короче, тесты — это всё-таки добро И оно должно быть у каждого в проекте Аминь Да Слушайте, мне кажется, что мы с первым разобрались Тебе не кажется, что мы разобрались? Слушайте, мне кажется, мы всё-таки Немножко не дожали про минусы Всего этого подхода Так нет, их нет, Стас Если вот Их нет Совершенно Нет никаких минусов Идеально Чувствую сарказ в твоём голосе Он там просто живёт Итого, давайте подытожим ТБД — это такая модель разработки Основная концепция, которой постоянно поддерживать в рабочем состоянии ветку, в которую, собственно, все делают маленькие изменения Для того, чтобы этого добиться, нужно что? Нужно хорошее покрытие автотестами, фичи ветки, ну, как я уже сказала, очень маленькие МР И фичи флаги Фичи флаги Что-то ещё? Что-то я забыла важное? Мониторинг Никогда не помешает И мониторинг, алертинг Но он уже ближе вот туда, типа, к после выпуску релиза Нужно ещё, мне кажется, дать нашим слушателям, командам, которые будут слушать этот подкаст, какую-то краткую инструкцию А-ля, делай раз, делай два, делай три, и через некоторое время ты придёшь к ТБД Да Ну, чуть-чуть здесь отступлюсь ещё Смотрите, самое главное — понимать, какую проблему вы решаете Возможно, если в вашей команде, там, и так сейчас релиз раз в день Или, там, не знаю, в целом вы не страдаете от GitFlow и видите только здесь кучу плюсов Вы можете поэкспериментировать, но, да, если проблемы нет, не стоит прямо в это жёстко упираться Если у вас проблемы следующего характера У вас постоянный мерч-конфликт, у вас там команды разработки путаются в ветках Не знаю, вы не можете взять сейчас и зарелизить свою ветку То стоит действительно в эту сторону уже начинать смотреть Какая инструкция? Для начала стоит всем показать, всем продать и объяснить, что такое короткие ветки Небольшие мэры Как мыслить абстрактно при разработке фичи В чём вообще суть всего этого? Вы должны понимать, как по кусочкам ваша фича начнёт наполняться жизнью, кодом и так далее И это преобразовать в мэры Это вот первый шаг, с которого стоит начать Второй дешёвый тоже фича флаги Почему он дешёвый? Даже если у вас там нет какого-то конфига в приложении или ещё чего-то Вы можете просто прям в коде написать if else Типа и какой-нибудь, не знаю, флажочек И прикрыть вашу фичу этим флагом Дальше подороже уже получается Юниты, интеграционные тесты Про это я здесь, думаю, пока что не обсуждаю Потому что это уже дополнение Я бы на это так смотрел Что нужно от юнитов? Юниты тоже надо уметь писать правильно, как тесты То есть нужно, во-первых, код каверич держать на правильном уровне У нас было 90+, 80+, я думаю, тоже неплохая цифра Второй момент Покрывать действительно какие-то бизнесовые сценарии тоже во всех этих тестах Пример приведу У нас была платёжная форма, на которой было написано 9000 строк тестов Ни один из них не проверял чего-то нужного То есть они, типа... Ну, как так? Ну, это тесты там на уровне, где вообще всё замокнет И условие такое, если ту, то тру Ну, типа... И так 9000 строк кода Поэтому, действительно, здесь стоит прям проработать Обсудить с командой, как мы пишем тесты Какие проверки и так далее Здесь я вам там советую посмотреть про ААА Range Act Assert Возможно, тоже уже озвучивалось в предыдущих выпусках И дальше уже ещё и про интеграционники начать думать Интеграционники... Тут тоже все люди разные в это вкладывают Я подразумеваю, где поднимается целиком приложение Все внешние зависимости замоканы Если мы говорим про фронтенд, то, понятное дело, это UI Где поднимается и бэкэнд замокан И прям, ну, там, например, сценарий Надо отправить платёж Всё, пользовательским сценарием заполнили всю форму Нажали отправить Бэкэнд замокан, всё окей Всё, на самом деле, если вы к этому пришли То вот после этого можно уже потихонечку Начинать переводить ваши мэры С каких-то девелоп, релизных веток На мастер И туда всё вкатывать Круто Круто, спасибо большое И это наш завершающий выпуск в этом году Но наш сезон не заканчивается Мы обязательно встретимся с вами в новом 2023 году И продолжим обсуждать практики Shift-Left и Shift-Right тестирования А пока хотим всех вас поздравить с наступающим Новым Годом И пожелать вам больше интересных задач, понимающих коллег, крутых идей и много вдохновения Пусть все ваши проекты будут качественными, а баги встречаются только на тесте Слушайте наши подкасты, пишите комментарии, ставьте лайки И делитесь выпусками с друзьями Нам это очень ценно И, конечно, мы поздравляем нашу суперкрутую команду Которая уже больше года старается Чтобы наши выпуски вообще для вас получались Это Алсу, Даша, Рома, Оля, Паша, Лера и Лена Всем огромное-огромное спасибо И тебе тоже спасибо, Стас С наступающим тебе Новым Годом И тебя тоже с наступающим Спасибо Квак-квак Иппродакшн